Это накопило что ли? Да. За скорость? Наверное, полно там. По словам инспектора в ГАИ, водитель Некси на протяжении долгого времени принципиально не платил никакие штрафы. Более того, еще продолжал регулярно нарушать. Полицейские несколько раз приходили к парню домой, но его на месте не заставали. Когда в этот вечер он наконец попался в руки сотрудников, согласился выплатить всю сумму долга. Людей пришлось тревожно занимать эти деньги, искать. Сейчас на месте будет? Да. А это за какой сумму такая сумма набралась? За год? За два. Отдать всю сумму целиком парень согласился вовсе не потому, что его замучила совесть. Полицейские предупредили, что в случае неуплаты машину отправят на штрафстоянку, а самого отвезут в отдел полиции, где он будет дожидаться суда. Такие выходные парня явно не устраивали. Деньги он нашел в течение получаса и заплатил штраф на месте. Не спеши, не спеши. Он жрет как по-нормальному, да? Как положено. Помимо должников, также попадались автомобилисты, состояние которых вызывало много вопросов у инспекторов. Так владелец Лады Приоры после встречи с друзьями торопился поскорее добраться до дома, но не смог выехать даже с мирного. Увидев огромное количество инспекторов, водитель растерялся, стал нервничать и таким образом сам выдал себя. На спиртную сегодня не употребляли? Я не употреблял, не знаю, конечно. Проходить все будете, да, свидетельствовать? Все нормально. Это только в начале мужчина был готов пройти тест на наличие алкоголя в крови, но потом, видимо, понял, что нет в этом никакого смысла. Прав его все равно лишат. Поэтому дуть в трубку алкотестра отказался. А вот вы к таким рейдам инспектора ВГИК как относитесь? Нормально все. Нормально? В этот вечер инспекторы отправляли машину на штрафстоянку не только если автовладельцы были не трезв, но и если сам транспорт вызывал серьезные нарекания из-за технического состояния. Неисправное состояние. Обязываюсь устранить ближайшее. А что там именно неисправное? Рулевая рейка. За короткое время сотрудники ВГИК составлено 35 материалов за нарушение правил дорожного движения. Это водитель один за управление с принципом алкогольного опьянения. 15 водителей привлечены за управление без полюса ОСАГО. 8 водителей привлечены за перевоз детей без детского детского устройства. Работа продолжается. Результатами подобных рейдов инспекторы всегда довольны. Поэтому эту практику полицейские будут продолжать и дальше.